Семь морей Пьяный Питер Пен, дай руку, я не вижу стен Пойдем со мной, пойдем выше за небо Вниз не смотри, не смотри, не смотри Только ты, зеркальной каплей кислоты Слезой сжешь на языке Нас нет уже давно Знаешь, нет, наш мир давно устал от бед Я больше превратим его В циркающий бедлан В полутьме мы вновь встречаемся во сне Дома свингующей луне Сиреневым вен За горой Через жени смашут нам рукой Летающие острова И звезды в руке Выше за небо И вниз не смотреть Что же делать мне теперь с тобой Я уйду и ты пойдешь за мной Я уйду и ты за мной пойдешь И меня опять найдешь Ей, 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 ей Семь морей Возьму тебя за семь морей Со стаи белых лебедей Возьму тебя за семь морей Возьму тебя за семь морей Ну, практически как Питер Пьен действительно влетел в наш эфир не один со своими, мне кажется, удивительными песнями и человеком, который помогает в работе в жизни Мы менеджер Андрей Очень здорово Меня зовут Боря Вы меня, наверное, знаете Боря, отнимаешь хлеб В этом городе Боря знает все Боря знает все Кто не знает Боря, Боря знает все Это действительно так Вот сегодня у нас такой Камерный, акустический, ламповый эфир Борис, Гримм и братья Гримм официально Офишал Я как французский человек говорю Борис Гримм офишал в студии В студии, да Очень рады вас видеть, Андрей, добрый день Вам как бы сегодня здорово Что вы к нам добрались, наконец-таки Как вообще настроение, как дела Вообще классно, потому что мы сюда приехали Из Саратова На нашем психотерическом автобусе Он у нас, правда Сейчас припаркован тут В одном дальнем уголке Самары Поскольку на нем нам не разрешают ездить Поскольку он слишком ярко раскрашен Серьезно? Да, и работники ГИБДД не очень это Не очень им это импонирует Понятно, ну как дела вообще? Что нового? Я говорю, все классно Приехали из Саратова У нас большой тур Едем до Сибири И здесь у нас такой перевалочный пункт Это Самара Вот здесь мы находимся несколько дней Вот И здесь довольно забавно Брить проводим Андрей, первый раз в Самаре? Нет, я служил в Самаре, поэтому Служил в Самаре? Да, но мы сегодня говорим о Боре Поэтому давайте поговорим о музыке Ну, мне хорошо Как вы нашли друг друга? Как ты решил вдруг стать менеджером, продюсером? Он устроился на работу То есть это не служба в армии? Нормально, да Пришел парень из армии, устроился на работу менеджером Все обычно, все нормально Прихожу, говорю Борис, возьмите меня на работу Да Прям с улицы такой пришел Первый день Ну как же мы Говорю, хочу в шоу-бизнес Хочу в шоу-бизнес Пробиться Отбойный молоток забыл дома Здорово Ну вообще, как творчество сейчас Если говорить, например, о каких-то таких больших вещах Вот Питер Пен это новая вещь Которая у вас даже в группе 100-500 миллионов перепостов Люди лайкают, слушают Да, действительно, как-то всем понравилась она И следующая песня «Ловушка снов» сейчас у нас вышла Несколько дней назад Мы ее презентовали уже на радиостанциях в Саратове Вот И здесь Мы тоже ее презентуем Видимо, уже в акустическом виде и на телевидении Угу То есть нам повезет Наверное Услышать Вот, кстати, я вчера все-таки вспомнил, что я самарский житель Мы пошли все-таки на дно После репетиции Вот И по дороге встретили наших каких-то самарских гопников Вот С которыми было классно пообщаться просто Вот Они мне казалось, что они меня знают Вот Я их, правда, не очень вспомнил Более знают все Мы же вместе Да Вот И мы так отлично погуляли Так, что даже мы не помним, как домой пришли Угу Как вообще Часто ты бываешь в Самаре? Вообще не бываешь? Или бываешь вот с концертами? Редко? Ну, вообще Давно я здесь не был Особенно с концертами У нас на самом деле будет два концерта сегодня Это не только в клубе «Манхэттен», а также в клубе, в клуб заведения под названием «Бридж» Вот, там будет так называемая автопати И это будет психотерическая вечеринка То есть вечеринка в стиле психотерик-рока конца 60-х Вот, там будут наливаться специального цвета коктейли Вот, будет всяческая иллюминация интересная И также выступит группа «Октопус Мэйден», собственно В которой я тоже являюсь музыкантом Вот, и исполнит свои новые треки Вот, которые еще не успели стать старыми Путешествуешь, да, как бы лет и по меру сейчас? Бываешь где-нибудь? Ну, я вот сейчас по России путешествую Поскольку мы вообще не планировали особо заниматься всей этой ерундой под названием «Братья Гримм» Вот, старыми этими песенками Вот, но так сложилось, что мы собрались изначально для того, чтобы сыграть программу своего психоделического коллектива Вот Скорее, интересно, что за психоделический коллектив? Ну, это, скорее, немножко другая публика, поскольку это относится больше к такой Такой вид музыки, как ло-фай Ло-фай, неопсиходелия И люди, их знающие, они как бы И разбирающиеся именно Вот, какие-то отдельные субкультурные слои Вот, поймут и разберутся На самом деле, просто публика очень молодая у этой музыки Она где-то порядка 18-20, там, трех лет даже Вот, и на нашем концерте в Москве Вот, когда мы презентовали этот проект в конце лета Вот, там мы забили полностью, собрали огромные, в общем, огромные помещения, в котором люди не помещались Это был пауэрхаус, что-то на Таганке Такое новое, но очень модное заведение Забили битком Да, забили битком И самое смешное, то, что нам три раза ребятишки снесли барабанную установку Вот, поскольку был жуткий слэм Вот, и мы несколько раз останавливали концерт Вот это да, но это дорогого стоит все равно же, да? Конечно, я просто очень люблю, когда действительно приходит очень много молодежи на концерты Потому что мне это близко, и мне близка там музыка, которую они слушают Это почему-то было всегда Вот, и естественно, что это все привело нас к нашему проекту Octopus Maiden Который вы сможете услышать в Бридже сегодня, но чуть попозже Сначала будет концерт Братик Гримм, потом концерт группы Octopus Maiden Ну, я хочу спросить, у Андрея поклонники достают? Кого? Его? Вас обоих А обоих достают? Это поклонники? А каких поклонников вы имеете в виду? Которые... А вот как он может выглядеть, этот поклонник? Это, наверное, как... Вот что это? Кто это? Вчерашняя девочка из Саратова Вчерашняя девочка из Саратова Которая едет с вами до Самары Да, которая приедет сегодня на концерт Люди ездят на какие-то концерты Они после некоторых городов, они просто видят Бориса и такие А куда следующий город? Все, мы готовы И едут, и действительно мчат Вот вчера до 4 утра переписывались Она спишет прям что-то, как она влюбилась в наших музыкантов Это что, такие своеобразные группис, что ли, которые ездят? Да, есть фан-группа, которая ездит за нами по городам И как вот жить с таким вот грузом? Который катается из города? Как вот жить? А я всегда рад людям Людям рад? Конечно Особенно тем, кто вот уже, о, такой выходишь куда-нибудь О, опять вы Сидите, опять вы А их лопают с цветами Это же здорово Ну да, есть еще Есть разные поклонники, грубо говоря, игры Есть еще женщины в годах Которые тоже могут приходить Они, они вызывают, я, видимо, я в них вызываю какой-то материнский инстинкт Что, поесть приносят? Они сковородки дарят Сковородки дарят? Ну хоть с едой И тогда с едой, кстати Иногда новые приносят Я говорю, о, как раз у меня закончилось старое Приходят с цветами сейчас на концерт Очень часто стали приходить То есть Тать Михайлов их уже все Да, я представляю Сегодня я пою для вас Только для вас Мои дорогие Мои любимые И утонуть в цветах Ну вот видишь Может быть все впереди как раз Ну да, ну немножко, да Немножко не вяжется Сегодняшнее моё настроение Вот Может быть стоит прыгнуть в сидячий зал Не поймают, есть страх Где-нибудь филармония Может быть стоит попробовать Мне кажется, люди очень сильно удивятся Ну они будут готовы Морально, по крайней мере Будут знать, если что Может я песенку спорю Давай Какую? Что поем? Вот песенка «Ловушка снов», которая Новая Вышла на просторах iTunes'а Общемирового, да Исполнители там называются Борис Гримм А песня называется «Ловушка снов» Это для тех, кто еще не успел Ну, собственно, маленькая предыстория У меня до сих пор есть мечта Уехать куда-нибудь на побережье Индийского океана И открыть там магазинчик ловушек для снов Самому их делать И самому их продавать А ты делаешь? Хоть раз одну сделаешь? Я уже учусь Учишься? Потому что это же круто, по-сому Да, собственно, песня, наверное, где-то об этом А где-то о чем-то еще Где-то там Растет трава Все выше, выше людей Ведь если ты молод Всего так мало Всего так мало Так мало Тебя так мало Ты не засыпай Ты не засыпай Ты не засыпай Уведи меня домой И окна в спальне закрой Где-то там Растет трава Все выше, 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 постой Все выше, 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 постой Ведь если ты молод Всего так мало Всего так мало Так мало Тебя так мало Ты не засыпай 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 Ну если это в акустике звучит так То можно представить Каково это звучит Когда это действительно зал И когда народ танцует Как-то, не знаю Подпевает Это, наверное, такое ощущение Вероятное А много ли того Что еще не записано в студии Еще, может быть, так Стопочка лежит Какие-то тексты, песни Творишь вот в пути Пишешь по гастролям Ну иногда, да Иногда, да Но сейчас нет Просто нет времени Поскольку концерт каждый день Уже какие города за спиной? Ну мы не так много проехали Мы были в Рязани Были в Пензе Были в Саратове Собственно сейчас в Самаре И дальше едем Насколько я помню В Сибирь Ох ты Да С погодой, конечно, там Крепитесь Потому что Очень-очень холодно Ну а вот так вот Если в Москве, например Есть ли, допустим Какие-то, не знаю Любимые места Где отдыхаешь Ходишь ли ты на концерты Ну конечно, да В Москве Есть много культовых мест Один из которых Клуб 16 Тон В котором Естественно, легендарный Да, состоялось первое выступление Вообще Группы Братья Грим В свое время Десять лет назад Вот Такое стихийное выступление Которое всем запомнилось тогда Вот Собственно, оно и продолжает дальше У нас встречать тепло это место Вот поскольку там Ну концерты даются Ну практически там Ну несколько раз в год точно Ну лично мной Вот Ну а сами-то куда-то На кого-то смотрите Собственно, есть разные Разные тусовки Вечеринки Ну как бы в Москве Очень много различных Субкультурных каких-то Мероприятий и так далее Собственно, концерты Группы Octopus Maiden Тоже субкультурные мероприятия Только в рамках Ну Такой гаражной тусовки Которые слушают В основном гараж Там Психоделия и так далее Там такая молодежь Вот А также Сейчас очень стали Популярны всякие Такие места Типа Под названием Скотобойня, например Вот Отличная Вечеринка На полторы тысячи человек Подумай Такая скотобойня, да Это такой жесткий рейд Где ты был на скотобойне? На скотобойне, да Да-да-да Что делал? Плясал Вот это тоже прикольное место Где тоже стоит, наверное, посетить Периодически Прибывая в Москву А вот так, если сорваться Уехать куда-нибудь Есть мысли? Конечно Кроме индийского океана Ну да, с магазинчиком И ловушками для снов Открыть в Самаре Магазинчик ловушек для снов Тут моря нет Ну, хотя Волга есть, да Ну, вы знаете У нас этот магазинчик Магазинчик для Ловушек для снов Он превратится в дышку Где-нибудь так В середине января На берегу Где-нибудь В островах наших Если там это все сделать У нас тут тоже есть Свой тип курорт Ну, есть А вот если Спрашивать про коллектив Например, кто эти ребята Сейчас с тобой играющие? Ну, Вова Владимир Косоруков Собственно, который Гитарист такой Леворуков Косоруков Леворукий гитарист Привет Да Он когда-то играл В пост-роковой группе Здесь Еще в Новокуйбышевске Вот Ох, этот Новокуйбышевск Подарил нашему Городу много Да, много интересных Людей Да, пожалуйста Друзья, напомню, что у нас Здесь сейчас в эфире Борис Грим Андрей Бородин Который поддерживает мораль Нас тут аплодисментами С челочками Какими-то постукиваниями Ну, ты кто, да, ребята? Да, собственно, я не договорил Да Барабанщик Василий Он раньше занимался Держи Василий барабанщик Да, барабанщик Василий Он занимался раньше Эфирами на телеканале Дождь Собственно, всеми музыкальными эфирами Вот Это его Его режиссерская работа Вот После того, как Телеканал Дождь Немножечко уменьшился В размерах Видимо И не стало Каких-то там Не стало бюджета На эту передачу Вот Он отправился Опять заниматься музыкой Вот Собственно, он пришел В нашу группу И теперь мы Вместе барабаним Барабаним И лабаем на гитарах И все остальное Вот Трогаем всяческие синтезаторы Вот Максим, собственно, басист Вот С которым мы уже тоже несколько лет Познакомились в Москве Вот Отличный парень Ему только недавно исполнилось Восемнадцать лет Вот На вырост Да Взяли музыкальник Да Буквально вчера Я думаю, что надо поздравить Да, да Максим С Новым Рождением С телевидением Тебя еще, Максим, не поздравляли С Новым Рождением Здорово Ну, то есть, вы сработались Такая притирка прошла Вы нормальный коллектив Дружите, общаетесь Да Ну, мы вообще Когда собрались Мы не собирались играть В группу Братья Игорь Мы так сложились Что случилось Что Мы просто как-то решили А давайте попробуем сделать Программу Братья Гримм Но Как бы со взглядом того Как бы могла звучать сегодня Группа Братья Гримм Если бы она возникла Например, в Самаре На десять лет позже Десять лет спустя Да, не две тысячи Некий другой звук Да Некий другой звук И другой подход Но я думаю, что это наоборот Как-то освежает Это творчество И делает его Ну, как-то Более разнообразным, что ли Вот Это не слушается Как-то На мой взгляд Скучно А ты думал Не кажется, что стало как-то легче Вот И играть Это И как-то А вообще мне не нравятся Сегодня Сегодняшние времена Потому что как-то Интернет очень много И дал И так далее Сегодня все-таки У людей У людей Есть возможность Как бы Если Творчество Из себя что-то Представляет Да Чтобы тебя Все услышали В принципе Без Каких-то Глобальных Массов информации Типа радио И там Телевидение Вот У нас сложилось так Что мы Сыграли эту программу И вдруг Неожиданно пошли концерты Несколько концертов В России А в том Тур по Америке То есть я хотела Про Америку спросить Каково там Как встречали Классно Встречали Там Самый мой Запомнившись концерт Был в Клубе Катинг Рум Который находится Прямо в середине Манхэттена Это Ну Туда пришли Как половина русских Так и половину Англоязычных людей Ну с собой кто пришел Потому что это не такое место Как Брайтон Вич Где В принципе Даже по-английски Никто разговаривать не может Книг каждый Привет Привет Да Да И Но в Катинг Рум Была другая ситуация Вот И тут я Просто понял Что какая Какая интересная реакция У Именно у западных людей Именно у англичан Американцев Ну а им нравится такая музыка Этот универсальный язык Вот Который Они слышат И Они даже мне После концерта Они Все пришли И начали мне говорить Про Особенности гармонии В моих песнях О том Как это сделано Вот как Так-то С мажора на минор Тот перешел Я был удивлен Русские люди Никогда об этом не говорят Русские люди говорят О словах О чувствах Там Текст послушать Еще что-то Чтобы задушу Да Взяло Что про меня Там немножко другой Менталитет И мне он конечно Очень импонирует Вот Видимо поэтому Все-таки Мы решили Заниматься Англазичным творчеством Возможно Оно кому-нибудь Понравится То есть Переложить какие-то Песни на английский язык Сложно? Нет Ну это не переложить Это отдельные вообще Сочиненные песни Которые были сочинены Уже на английском И собственно Вот сегодня Можно будет В Бридже послушать Эту всю ситуацию Ну да С цветными коктейлями С цветными коктейлями Да Почему нет Техническая вечеринка На самом деле Вот если говорить Допустим о творчестве Знаешь ли ты Каких-то самарских музыкантов? Да Здесь очень хорошая В свое время тусовка была И вообще Я считаю что Самара Это Манчестер Такой на Волге Манчестер на Волге Потому что здесь Очень сильная Независимая сцена Инди-тусовка Была в свое время Я сюда как-то Приезжал год на два На три И тоже зависал В этой всей истории И мне здесь нравилось Мне не хотелось Вообще уезжать в Москву Вот И Здесь же есть Очень много Крутых коллектив Типа Чиз Пипл Да Вот группа Волны Сегодня Где играет мой Друг Леш Тили Вот Потом Насколько я помню Бажинда Бехайнд Аниме Лайнс Хорошая группа была Паша Титерин Там И потом уже Легендарные имена Называешь Да 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 И По-моему еще сейчас Много А Ля Вторник еще Есть Много-много Это тоже мои Хорошие знакомые Мы с ними знакомились Вообще в Москве Вот И так получилось Что Они говорят Мы тоже из Самары Вот А сейчас я как-то наблюдаю За их творчеством Они так неплохо развиваются Понятно Ну а социальные сети Так или иначе Вот Андрей Давай ты может нам скажешь Можно ли просто взять И написать вам Спросить что-то Посоветовать Можно написать мне Также можно написать Борису А у меня есть страница ВКонтакте Совершенно Абсолютно Каждый может туда написать Не ну пишут по-разному Конечно Пишут иногда просто Привет И Смайлик Да Привет Я скажу больше Есть одна девочка Которая каждый день Пишет привет Безответно Потому что она Не может проснуться Как бы вот без привета Поздороваться хочет Да-да Я пришел С приветом Я пришел Ну вот видите Нет ну а на самом деле Вот так вот Помощи попросить Какой-то Просят Бори Мы Самары Мы молодые музыканты Мне это пугает Обычно На самом деле Сегодняшние музыканты Особенно Самары Они все-таки Стали на понтах Вообще Хуже чем москвичи Вот Не нужна никакая помощь Они такие все крутые Вот И мне это нравится То есть в принципе В принципе ты считаешь Что спустя 10 лет Если бы вы сейчас Возникли Что-то бы поменялось В твоем творчестве Конкретно Мне кажется Было бы еще светлее Еще чуть-чуть светлее Еще бы такое Дальше еще светлее Да-да А почему пока нет клипов Таких официальных Совсем скоро Ну потому что Мы особо пока ничего не выпустили И сейчас выпустили Всего лишь два сингла И сразу же поехали В тур по России Это очень странно Для группы вообще Которая только-только Зарождается Выпустит два сингла Поехать в тур по России Подумаешь Да Нормально Вот Но видимо Это бэкграунд наш Точнее моего творчества Которое Вот Как хвост идет И будет идти за мной Эти ресницы Будь они неладны Все равно же просят петь Ну конечно Поешь? Ну конечно пою А что Что бы не спеть Похлопать Да Да Не ну Мы уже там По-разному Мы пытались переработать Вот И драм-н-бейс Уже не делали Вот И брэкбит И все на свете Но Сейчас мы все-таки остановились На более таком Олдовом Психотерическом звучании Но вот мне просто интересно Всегда Какая музыка На тебя повлияла Так или иначе Чьи плакаты Висели у тебя дома Плакат до сих пор висит Мне вдруг подел Плакат Пинг Флойд Серьезно? Причем он Это не такие плакаты Которые сейчас печатают Там на принтерах И все А он прям Сделан на картоне Это какая-то фоксимильная Репродукция Этого Ну как бы Оригинального плаката Что ли Вот Потом плакат Вот столько висит Насколько я помню Вот копия Какого-то Плаката 69-го года Вот Короче Ну Я даже не знаю Очень много всяких Ребят Которые действительно Повлияли В сторону которых Реверанс А российские Если брать Какие же Российская музыка Сложнее Я очень мало Слушаю российской музыки Вот Что-то вот Было такое Что нравилось Когда-то Вот Ну Понятно Что все Все мы в детстве Могли послушать И Не знаю И кино Нет Чайфов Господи Да можно хоть Леонид Агутина Послушать Хоп-хей-ла-ла-ла-ла-ла-ла Главное дело настроение Понятно Музыка То есть под настроение А книжки читаете Какие-нибудь Ну Я же Агузарова Кстати Подутро слушаю Обычно У нас когда вечеринка Заканчивается Когда возникает Глубокое подстолье Или надстолье Я не знаю Вот Жанна Агузарова Вас вдохновляет Почему-то Агузарова Всегда вот Она как Как мать Мать всего Приходит в конце Вот И всех убирает Раздобивает Просто Понятно Ну ты как Я хотела спросить Про книги Книги читаете? Ну да Развиваетесь ли? Это же для артиста важно А какие вы книги читаете? Ну какие книги? Букварь вторую и синюю Ну что прочитали? Читаете вообще? Ну На самом деле Я аудиокниги слушаю Вот Дороги На самом деле лежит Несколько книжечек Вот По квартире Вот В разных совершенно местах Я их периодически беру Так прочитываю Почему-то В последнее время Как бы несколько лет Я не читаю На русском языке Литературу практически Есть возможность читать На английском Поэтому читай на английском Серьезно? И как? Вообще нравится? Да нравится Говорят вообще По-другому все воспринимаешь И мысли другие Ну как бы вообще Это немножко другой Вгляд на мир Да? Языковой И когда ты в нем Живешь Тоже интересно Вот Видимо я русский начитался И хочется что-то английского Почитать Вот Ванегу ты недавно читал На английском Вот И зачем-то Зачем-то Не знаю Почитал Сто лет одиночества В переводе с испанского На английском Не знаю зачем Ну видимо хотелось Да Потому что Когда ты читал Сто лет одиночества На русском Ну как бы ты это все помнишь Начинаешь на английском И немножко иначе Действительно Произведение перед тобой Как бы предстает Ну что-то в этом есть Ну так понимаю Что ты сейчас Немножко смещаешься К английскому К английскому звучанию К английскому образу Ну дело в том Что я на нем пишу И Пишу и Стихи Пишу и Тексты Вот И это меня конечно Забирает время От времени Но Проект Под названием Братья Гримм Не дает до конца Да-да уйти Конечно И Естественно Тебя все время Как-то Немножечко Раздваивает Я вообще Мне кажется Всю жизнь Раздваиваюсь Как-то С чего бы это В итоге в тур едет Не одна группа Две я скажу Вот Такой альтер-эго Плохой, хороший, Боря Да, есть такой Да-да Помните Какой Баба Егидия Дом плохого настроения Но хорошего Да То есть вот так Сегодня встал-ка я Какой я сегодня Боря Хороший Мне кажется Это чревато Сначала раздвоением личности А потом я все-таки Начну Смываться почкованием Уже к Сибири Не надо Не надо А вообще Вот на самом деле Вот если брать Как бы допустим Музыкальный инструмент Трепетно ли ты К ним относишься Вот Можешь сказать Что ты коллекционируешь Собираешь Я не люблю Эту стафферскую Всю хрень Мне больше нравится Когда Что-то вот покоцано Что-то там Побито Давно с тобой она Но она не так давно Ну как Сколько лет Семь наверное Ну не давно Конечно Давно уже Мне нравится Я не стрясусь С инструментами Это все-таки Просто вещь Как бы Это хоть инструменты И честно говоря Чем больше Он побит Тем лучше он звучит Давайте может быть Тогда что-нибудь Извлечем Давайте Извлечем Надо что-то вспомнить Может быть Из известного Да пожалуйста Из известного Неизвестного Из старого Нового Нового Старого Да Обо всем И ни о чем Вот Ну вот Плохой Боря Запутанный Плохой Боря Плохой Боря Ай Ай И не Не Ай Дай Аふ Плохой H I'll see you in another day Хлопай ресницами и взлетай Ресницами забывай Не забывай У-у-у-у-у Чика-чика Ха-ха Ха-ха У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-а Губы у тебя Губы у тебя Губы у тебя Open the eyes Open the eyes Хулиган 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 у меня нет Действительно, самый настоящий хулиган Вот так, видимо, и на концертах происходит Когда бывает так, что вот прям вот так торкнет И начинает хулиганиться У нас вообще больше 60% мне кажется уже импровизации Потому что вот Андрей говорит, ребята Ну давайте Ставим трек-лист час Вот играем два Пожалуйста, очень хочется Надо уже ехать в другой город Все, мы играем дальше, дальше, дальше Мы не можем просто остановиться Так было вот в Саратове Я просто уже ушел со сцены Сидел, пил чай, а ребята еще минут 15 Там играли Я слышал овации, думаю, а зачем вообще я нужен Они отлично справляются Играли просто инструментал Да, да, они просто Они играли инструментал и кричали Боря, Боря, выходи Мы уже не можем Вот такой адский хэппининг вообще Боря, Боря, выходи, как Дедушка Мороз А Боря такой чайку попил Вышел? Вышел Вышел потом, да? Нет, потом я снова ушел А они продолжили снова играть Такой трех часовой концерт Да, я уже больше не вышел Они играли, играли, играли И народ не уходил Часто ли приходится слышать не формат слова в свой адрес, а адрес своего творчества? Ой, даже не знаю Мне кажется, это комплимент Смирился ли или наоборот хорошо? Это комплимент В наше время это комплимент, поскольку вот формат, это значит, что ты что-то из себя представляешь Что ты Стас Михайлов Это уже имя нарицательное в нашем городе В одно слово Мне кажется, в Самаре очень много поклонников Стаса Михайлов Конечно Честно говоря, я не сильно большой поклонник, но творчество уважаю, когда Просто настолько, как бы, вот есть понятие минимализм Как это гиперминимализм Тебя, тебе, за мной Тебя и тебя и за тобой Это класс, вообще Это так же, как песня «Обо всем и ни о чем» Я тоже люблю песни «Обо всем и ни о чем» Вот кажется, что вроде ты уловил смысл А раз, оно скользает Классно же Ну, а вот так вот, допустим, я не знаю Взять и плохое настроение не пойти на концерт, не играть Бывало такое? Ну, нет Как вот заряжаетесь перед концертом? Ну, как-то это вот не пойти играть на концерте Не, у меня был однажды случай, когда возникли проблемы со здоровьем в городе Новосибирске Вот, и как-то случилось так, что меня вынесли на стульчики Вот, я весь концерт проиграл, просто сидя Ну, ребята все поняли, я так понимаю, в зале как бы Ну, не так, уж как-то я не так выгляжу, может быть Все отлично Давай Говорю просто, вот есть какой-то такой супер райдер, который вот ставит в тупик организаторов концертов? Ну... Нет, ну я не думаю, что есть что-то, если я заказываю просто несколько сырых яиц себе Всегда Вряд ли это кого-то прям в тупик какой-то ставит невероятный Нет У нас... Нет, у нас есть райдер немножко юмористически прописан Там... Я как-то нашел, у нас басист писал, сочинял этот райдер Я даже не знал, что... То есть люди с юмором у вас? Да, да И что там написано следующее, например, ковр-самолетное покрытие должно быть на сцене Я не знаю, что это... Я не видел такое Это для барабанов, наверное, полезно Да, в конце очень загадочный термин «кукусик» Я не хотел об этом говорить Да И нам нужен кукусик Находили? Пока нет Честно Может, в Самаре отпустить? Ни разу Вот если будет организатор, который принесет нам кукусик, вот Я, наверное, выражу персональный респект Вот, напишу об этом в своем инстаграме Кстати, социальные сети, они помогают ведь в любом случае распространять творчество? Много ли, допустим, такого успеха именно за счет социальных сетей? То, что люди слушают, делают перепосты? Да, у нас есть свои паблики «Борис Гримм и братья Гримм», собственно Даже вот его величество «Борис Гримм офишал» Вот Это мой официальный, да, в инстаграме тоже страничка моя Вот Это все забавно Вот, хотя я стремлюсь абстрагироваться от соцсети Я иногда просто закрываю себе выход в интернет Вот, просто Бью по рукам Иногда это делаю я Ну, потому что иногда это настолько тебя забирает Вот, я даже уже практически отказался от гаджета И опять перешел на обычную звонилку Потому что я понимаю, что ты просто туда улетаешь Там тебя больше нет Засасывает Конечно Но интернет — это большой плюс Потому что люди скачивают треки новые, Борина, в iTunes, в Google Play Следят за ними также в ВКонтакте Они могут увидеть все, что новое выходит Не обязательно сейчас идти на какую-то радиостанцию, приносить, рассказывать об этом Они все это могут увидеть в интернете, послушать, скачать и слушать наушники Ты сам слушаешь песню, Борин? Я сам первый покупаю в iTunes Да врет он все Ничего он не слушает В смысле? Он попсу всякую слушает Вот так вот, неожиданно выясняется Тем не менее, друзья, как так незаметно получилось, что у нас эфир-то заканчивается Сегодня, я надеюсь, будет сжигать от всей души Печеньки классные у вас, кстати Печеньки старались, конечно Специально покупали Ну, а если вдруг что-то хочется сказать всем тем, кто тебя любит, знает сама здесь А что сказать, я... куда, куда, куда говоришь? Туда, 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 все верно, все правильно Дорогие мои, родные Родные мои земляки, волжане В чьих жилах течет настоящее жигулевское пиво Вот Я очень рад был здесь Меня на самом деле порадовала Самара Вот, и я думаю, что концерты в Самаре должны проходить всегда, ну, фееричнее всего Поэтому мы сейчас делаем первый концерт в клубе Манхэттен Второй концерт в клубе Бридж А потом? А потом что мы потом делаем? А потом? Что? Да, я думаю, что где-нибудь в середине следующего года мы приедем на какую-нибудь другую, более большую площадку И сделаем такой прям глобальный-глобальный галоконцерт Группы, братья Гриб Которые были, есть и будут в городе Самара Отлично И являетесь уже таким своеобразным брендом нашего города Спасибо вам, ребят, за творчество, за то, что вы здесь были Чао, спасибо Что подарили нам столько хороших новых песен Ну, а вам, друзья, слушайте хорошую музыку, качественную музыку Всего доброго, до встречи Субтитры сделал DimaTorzok